Учитывая логически, даже нелогические факторы, что дороже для Путина, что над ним более властвует и что это опаснее для мира. Его одержимость, которая властвует над ним, над его решениями, над его мотивировками, или все-таки самосохранение, сколько там ему бы не осталось, этого чамарошного, сатанинского и тому подобного сохранения, то есть пребывания во власти, потому что он шокировал мир вторжением в Украину, даже не в Грузию или в Чечню. Тем, что он не логически, а это комментировали провидны политологи Свиту, которые даже знают самого Путина и его мотивировки, которые те мотивировки и его действия все-таки модифицировались и изменились, как говорила эта чамарошная Меркель, что мы теряем Вову, Вова изменился. То есть нападение на Украину, это уже было весьма нерациональное, то есть вожделенческое, походное действие со стороны Путина. Окружал, 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 годами, потом пох и напал. То есть имеется в виду, нажмет ли он ядерную кнопку или не нажмет. Страны НАТО, благодаря которым жива и, надеюсь, будет жить вечно Украина, как бы ей не пришлось бы в этой войне тяжко. Страны НАТО осмелели с тем, чтобы давать Украине и давать, и давать, и давать Украине оружие. Будут ли там НАТОвские войска воевать? Не будут, это уже дело другое. Дело в том, что и украинцы уже научились с этим сложнейшим оружием впороться. Значит, теперь, очень важная вещь, что нажать, как говорят многие политологи, или не нажать, Путин не нажмет, и поэтому осмелели западный альянс, западные партнеры. Потому что те, которые посредники в нажатии этой кнопки, там какие-то генералы, шмакералы и тому подобное, они якобы не посмеют Путину нажать эту кнопку. Ну, почему бы Путину не поменять этих генералов на каких-то генералов в Моторол, или заразить их СПИДом, или еще чем-нибудь, набрать тех людей, у которых нет семьи, которым терять нечего, кроме как... То есть, те, которые есть кому терять, что терять, то те генералы побоятся нажимать ядерную кнопку, потому что они будут знать, или их предупредят, что они и их семьи будут уничтожены. То есть, как-то нужно этих ублюдков запугать, которые могут нажать эту кнопку. Но он может их поменять на каких-то отмороженных Моторол, я же говорю. То есть, я думаю, что это не вопрос, нажать или не нажать. О последствиях трудно себе представить, вообразить. Но что нажатие кнопки даст Путину? Это то, что он уничтожится. Значит, это уже он нажмет вполне вероятно. Потому что он есть зло, он есть сатанюка. Тогда, когда будет непосредственная угроза его сраного существования. Несуществование его Кабаевых, детей его, близких. Так же, как и относился Сталин к своим детям. Так же, как он относится к миллионам россиянам. Так же, как миллионы россиян относятся сами к себе. Потому что у них такая культура, которая была им внушена и стала нормальной нормой жизни, мотивационной и тому подобное. Как культурой многие-многие столетия и царской, и Сапковой империи. То есть, если Украина освободит свои границы, до хотя бы 24 февраля. А потом обязательно освободит Донбасс, чтобы оттуда не рекрутировалась всякая зараза и свинособаки, которым деваться некуда, кроме как идти на фронт на своих братьев-украинцев. На своих бывших ситизенц, сограждан. Потом обязательно нужно взять Крым, чтобы Плацдарм так же само не был базой оккупации юга Украины. То есть, взятие, выход на свои территории Украины суверенные, это будет угроза существования Путину, жизни его сраной. Не будет. А начало бунтов или гражданской войны, или голодных бунтов, коллапсов России, это непосредственная угроза существования не только режима, а и самой жизни сраного Путина. То есть, нужно выйти на свои границы до 2014 года, до того, как начнутся голодные бунты в России или на России. Потому что именно эти голодные бунты приведут к уничтожению режима и самого Путина. Что даст для Путина чем? И что станет для Путина наиглавнейшим мотивом? Если он вздыхает, то вместе с ним умирает в страшных муках, ядерной зимы и тому подобное. Тысячи, а может даже и миллионы граждан. После того, как начнут пролетать от ветки, вылетать и пролетать, вылетать и пролетать. По городам России и по городам, где угодно. Естественно, стран НАТО и тому подобное. Или Украины. То есть, нужно выйти на свои границы до того, как на России наступят голодные страшные бунты свержения путиновской власти. Которые эти бунты и это свержение станет смертельным для Путина. После чего он может воспользоваться этой ядерной кнопкой. Не освобождение Украины от путиновских российских войск. А именно страх уничтожения Путина уже в России. Будет претекстом Казусбеля и его для нажатия ядерных, использования ядерного нападения на кого угодно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok